Приветствую вас. Первое, что хотел бы вам сказать, это то, что для избавления вас от возможной, прошу, обратите, пожалуйста, на это внимание, от возможной депрессии, вам необходимо, во-первых, проработать причины расставания с вашим мужем, то есть помочь вам пережить травму, которую вы получили в результате развода, может быть, или расставания со своим мужчиной. Вот. Значит, чтобы у вас не было негативных последствий этого, чтобы вы все-таки все возможные аспекты, которые у вас могут быть, я имею ввиду, все негативные переживания, которые могут у вас иметь место быть именно, значит, при разводе с мужем, при расставании с ним, чтобы они вам не мешали жить. Это первое. Второе, о чем важно, значит, вам сказать, это то, что необходимо определить, почему а по какой причине вы предпочитали, или, может быть, вот до сих пор предпочитаете, но это, опять же, тоже нужно выяснить, посвятить всю свою жизнь семье. То есть, что вами двигало при осуществлении подобного подобной линии поведения. Это также очень важно, потому что не просто так, я полагаю, вы, значит, осуществляли линию поведения, посвященную только вашей семье. Это вот, собственно, первое, что я вам хотел бы сказать. Именно, значит, в контексте того, что вы развелись со своим мужем. Для вас, я так полагаю, с учетом того, что вы с ним, скорее всего, были очень близки, и с учетом того, что он для вас много значил, для вас это, наверное, очень травматично. И вот это первое, с чего нужно начинать, когда мы говорим о том, что вам нужно делать. То есть, здесь, даже если вы начнете какие-то действия по реализации своих, ну, своих желаний, да, своих потребностей и так далее, даже если вы это начнете делать, я боюсь, что вам привычка не позволит. Вам не позволит привычка заниматься тем, что вам нравится, потому что прошлое будет неизменно тянуть вас вниз, назад. Ну, или говоря, ремеслами вниз. Опять же, от себя. То есть, вы, как бы, будете думать о том, что вот семейные ценности, нужно жить и преследовать именно семейные ценности, а про себя вы, так или иначе, будете забывать. Вот, чтобы данного аспекта не было, я очень рекомендую вам, значит, проработать именно эти психотравмирующие факторы. Я еще раз для вас повторяю, психотравмирующие факторы, которые остались после развода с вашим мужем, и, значит, мотивы, которые побудили вас посвятить этот ваш день в семье, значит, как я понял, целиком и полностью забыв при этом про себя. Далее. Далее. То, что касается ваших, значит, собственно вас. Здесь, конечно, ситуация не так просто складывается, как хотелось бы. Дело в том, что если человек не привык жить как-то вот для себя, а вы, как я понял, не привыкли это делать, вы не привыкли здесь для себя, то, соответственно, вам будет сложно по первой, вот на первых порах особенно, найти себя в этом. То есть, имеется в виду, найти себя в личной жизни, найти себя как бы в самостоятельных ролях, найти себя в, собственно, индивидуальности своей. И поэтому начать, на мой взгляд, вам стоит с простого. Как вам правильно заметила моя коллега, не стоит сразу ставить перед собой задачу, значит, начать новую жизнь. Как правильно вам сказала коллега, это слишком глобальная цель. И здесь я с ней согласен. Начинать нужно с того, чтобы сначала определить для вас то, что является ценным. Вот что для вас является ценным? Какие у вас ценности? Вообще ценности, какие у вас? Вот в глобальном смысле этого слова, какие у вас ценности? То, что семья на первом месте, это понятно, но это не единственное, вы же, наверное, это понимаете, что не единственное это. Что семья, это важно, но это скорее не для себя, это не личные ценности, не индивидуальные ценности, это именно ценности все-таки больше такого плана. Социальные, а не именно личные, а лично у вас, какие ценности? Вот постарайтесь, если для вас это возможно, постарайтесь определить свои ценности. Это важно. Далее, речь идет о идеях, то есть как эти ценности воплощаются лично в вашей интерпретации, как эти ценности воплощаются именно в вашем контексте. То есть как вы их, эти самые ценности хотели бы реализовать. Это идеи. Идеи, которые, собственно, и формируют воплощение ваших ценностей в реальной жизни. Далее можно говорить о том, чего вы хотите, то есть что вам интересно, что вам нравится, что вас привлекает и так далее. Опять же, исходя только из этих самых ценностей, из этих самых идей. Именно идеи определяют форму вашего взаимодействия с окружающим миром. Это вот то, что вам нужно сделать. Это то, чего вам стоит начать. Далее. Очень вам рекомендую действительно перестать ставить перед собой такую глобальную цель, как построение новой жизни. Новую жизнь свою вы не построите, потому что это в буквальном смысле вы уже живете. В буквальном смысле новую жизнь вы не начнете. Это вот нужно понимать. Все, что вы сделаете, это внесете определенные коррективы в нее, в свою жизнь. И это на самом деле довольно-таки много. Это очень хорошая идея, это очень хорошая цель, которую не стоит, на мой взгляд, недооценивать. И вот так постепенно, постепенно, постепенно вы сможете прислушиваясь в большей степени к своим, значит, именно идеям, именно прислушиваясь к своим ценностям, вы и будете постепенно, постепенно формировать свой путь и свою линию поведения. Далее. Далее. Далее что-то заключается в следующем. Значит, доверяете ли вы себе? То есть, не подвергаете ли вы сомнению то, как, значит, вы там живете, как вы выстраиваете свою жизнь, а не подвергаете ли вы сомнения свои чувства, свои желания, свои эмоции и так далее? Если да, то почему? Если нет, то необходимо постараться активно реализовывать то, что вы хотели бы. То есть, если вы чувствуете в себе какие-то желания, если вы чувствуете в себе там какие-то потребности, если вы чувствуете в себе какую-то энергию, то ее необходимо воплощать в жизнь, ее необходимо реализовывать. То есть, по сути дела, значит, учиться не подвергать сомнению то, что является, значит, лично вашим. И если вы это делаете, опять же, если вы не доверяете себе, то это определенная неуверенность в себе, это определенный, может быть, страх и так далее. Вот примерно так вам и нужно действовать. Я понимаю, что на пути к этому вас ждут, к сожалению, достаточно серьезные трудности. Я понимаю, но, тем не менее, только так можно научиться жить для себя. К сожалению, только так можно что-то сделать для того, чтобы добиться тех целей, которые вы ставите перед собой. Ну и, конечно, самое главное, как вам уже сегодня правильно сказали, самое главное, это не ставить перед собой целей каких-то чересчур, значит, отдаленных от реальности, чересчур глобальности и так далее. Иначе у вас может просто элементарно по этой причине ничего не получиться и в итоге разочарование будет достаточно сильным и вы, по сути дела, потерпев неудачу, рискуете, ну, рискуете, например, больше никогда не пробовать и, по сути дела, шансы будут потеряны. Мне бы этого не хотелось для вас, поэтому начинать нужно постепенно. Если раньше вы жили ценностями семейными, то сейчас нужно учиться, стараться жить именно ценностями, которые являются лично важными, но которые вы забыли. И для этого требуются, конечно, определенные усилия. И вот весь вопрос в том, готовы ли вы эти усилия предпринимать, готовы ли вы эти усилия, значит, реализовывать, готовы ли вы вкладывать в свою новую реальность. И чтобы вам было легче проходить период адаптации, психологи с радостью вам в этом помогут. Выбирайте любого и начинайте консультироваться. Обсуждать с психологом можно все, то есть абсолютно все, что вас волнует, ни в коем случае не обесценивая что-либо. То есть важно все. Привыкайте к тому, что все, что касается вас, все важно. Это вот то, с чего вам, наверное, вообще стоит начать. То есть касается вас все важно. Нету каких-то неважных вещей, которые можно отодвинуть, например, на задний план из-за, скажем, нужд других людей. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, пишите в личку «помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!